Проходите. 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 Мы наметили перспективы дальнейшего развития политического диалога с учетом графика предстоящих контактов, в том числе на высшем уровне, и наметили конкретные шаги по совершенствованию договорно-правовой базы российско-бразильских отношений. У нас в работе порядка 15 межправительственных, межведомственных документов, и мы условились ускорить их согласование. Бразилия – наш крупнейший торговый партнер Латинской Америки в планах двух стран выполнения договоренности президентов о том, чтобы довести в ближайшее время товарооборот до отметки в 10 миллиардов долларов. И, конечно, важная роль в решении этой задачи принадлежит межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее очередное заседание готовится активно и пройдет 9-10 декабря в Бразилия. Но в целом мы достигли договоренности и о том, чтобы оказывать политическую поддержку совместным проектам в экономической, научно-технической, гуманитарной сферах. У нас уже есть хороший опыт прямых связей между нашими ведомствами экономического блока и, что более важно, между компаниями России и Бразилии в таких областях, как авиастроение, металлургическое, химическое, фармацевтическое промышленность, биотехнологии, энергетика, включая ядерную и другие важные сферы. Условились содействовать дальнейшим прямым контактам между деловыми кругами, задействуя возможности деловых советов, которые созданы для развития двустороннего сотрудничества и в Бразилии, и в Российской Федерации. Поощряем также прямые контакты между инновационными центрами, университетами, между дипломатическими академиями. Сегодня господин министр посетит дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, выступит там с лекцией, и это будет важным вкладом в реализацию меморандума о сотрудничестве, который был подписан между дипломатической академией России и университетом Рио-Бранко. У нас очень насыщенная повестка дня в том, что касается спортивной тематики. В ближайшие годы в России и Бразилии состоятся Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира по футболу. И к перечню этих мероприятий, в проведении которых мы будем тесно сотрудничать, недавно добавились еще и всемирные универсиады 2019 года. Зимние состоятся в Красноярске, а летние в Бразилия. Так что крупнейшие международные соревнования, которые состоятся в наших странах, объективно обусловливают самое тесное сотрудничество, обмен опытом в том, что касается их успешного проведения. Мы обменялись дальнейшим углублением партнерства в международных делах. Один из наших ближайших и очень важных приоритетов – подготовка шестого саммита БРИКС, который пройдет в следующем году в Бразилии. Мы подтвердили совпадение наших подходов по большинству ключевых проблем международной жизни, включая важность безусловного соблюдения международного права, уважение центральной роли Организации Объединенных Наций, принципов Устава ООН, включая мирное урегулирование споров, невмешательство во внутренние дела суверенных государств. И мы выразили удовлетворение сотрудничеством в различных органах Организации Объединенных Наций, условились о продолжении взаимодействия по многим актуальным темам, включая обеспечение международной информационной безопасности. На эту тему есть в ООН инициативы и России, Шанхайской Организации Сотрудничества. Есть и новые инициативы, которые выдвинули Бразилия и Германия, которые мы активно поддерживаем. Сотрудничаем мы и по вопросам обеспечения исключительно мирного характера деятельности в космосе. Россия и Бразилия подписали заявление, в котором обязались не быть первыми, кто выведет оружие в космос и призываем сделать эту договоренность универсальной. Сейчас в рамках Организации Объединенных Наций группа соавторов, включая наши страны, продвигает резолюцию, которая призовет всех членов ООН принять на себя обязательства не выводить первыми оружие в космос. Сотрудничаем мы и по другим вопросам, включая реформирование международных кредитно-финансовых институтов. И здесь мы действуем в тесной координации с другими членами БРИКС и с нашими единомышленниками из числа других стран. Мы в контексте уважения тех норм и принципов, которые составляют современные международные права, о которых я упомянул, обсудили ситуацию вокруг созова международной конференции по Сирии, вокруг урегулирования иранской ядерной проблемы. Мы ценим тот вклад, который на предыдущих этапах Бразилия вносила в поиск путей разрядки напряженности вокруг иранской ядерной программы. И рассчитываем, что те усилия, которые сейчас предпринимаются, увенчаются успехом на открывающейся сегодня встрече в Женеве. Мы договорились продолжать укреплять сотрудничество между Российской Федерацией и различными структурами в Латинской Америке, прежде всего с таким относительно новым объединением, как Сообщество латиноамериканских и карибских государств, СИЛАК. Есть планы создать механизм политического диалога между Россией и СИЛАК и углублять сотрудничество с другими региональными интеграционными объединениями в этом важном, растущем, бурно развивающемся регионе, который, конечно же, я имею в виду Латинскую Америку и Карибский бассейн, конечно же, является одним из центров роста в контексте формирующейся полицентричной международной системы. Я признателен моему коллеге и всем членам бразильской делегации за очень интересные переговоры и рассчитываю на то, что все, что мы сегодня обсудили, позволит активнее и эффективнее решать поставленные президентами задачи. Спасибо. Здравствуйте всем. Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что я чувствую большую радость и большую ответственность за то, что я сейчас здесь, в Москве, и у меня была возможность встретиться с министром иностранных дел России. Это первый мой визит за пределы Южной Америки. И этот как раз визит был сделан в Москву, что о многом говорит. Я должен сказать, что я всего лишь три месяца министра иностранных дел, но уже третий раз мы встречаемся с господином Лавровым. Первый раз был в Нью-Йорке, во второй раз это было в рамках встречи группы 20-ти, и сейчас вот третий раз мы встретились в Москве. Как я уже сказал, мы с господином Лавровым уже об этом говорили. В этом году исполняется уже 185 лет с даты установления делонатистских отношений между Бразилией и Россией. Это говорит о том, что у нас давние связи. Здесь же я хотел бы добавить тому, о чем сказал мой российский коллега. Хотел бы сказать, что мы были очень довольны тем, что в России будет проведен чемпионат 2014 года по футболу, и российские болельщики будут иметь возможность видеть игру многих команд, а потом поедут в Бразилию поддерживать свою сборную, когда она будет выступать в Бразилии. Итак, о чем мы сейчас обсуждали с господином Лавровым? Это, прежде всего, важность встреч, которая у нас состоится 9-10 декабря. Это Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. На ней, как мы надеемся, будут приняты важные решения по различным областям, особенно в экономической области, в области торговли. Мы сейчас работаем, энергично работаем, чтобы дать новый импульс, стимулировать двустороннюю торговлю между нашими странами. Мы довольны тем, что у нас уже достаточно торговля продвинулась, и российские инвестиции возрастают в Бразилии, и наоборот. Бразильские инвестиции присутствуют в России. И мы удовлетворены тем, что во многих областях достигнут прогресс. Об этих областях уже говорил министр Лавров. Это научно-техническая, технологическая сфера. Также в области обороны. Об этом говорит, в частности, недавно побывал в Бразилии министр обороны России. Мы также сейчас намерены создавать такого рода союз в области технологии, науки. Это космос, биотехнологии, кибернетика, включая также эти области, о которых говорил министр Лавров. Сегодня, во второй половине дня, я буду в дипломатической академии выступать. Я буду выступать, и это мое выступление, я надеюсь, станет еще одним показателем того внимания, которое мы придаем сотрудничеству в различных отраслях, и тем более между дипломатическими академиями у нас в Бразилии и в России. И также, как уже говорилось, мы работаем на создание механизмов для того, чтобы усилить диалог в рамках Меркосул, Силак и Российской Федерации. Также, что касается сотрудничества в области обеспечения безопасности в области информатики, с тем, чтобы в международном сообществе были установлены нормы поведения, которые бы гарантировали защиту частной жизни людей, соблюдение прав человека, прав на частную жизнь, прав на частное предпринимательство, без вмешательства, так сказать, третьих сил. Также в плане международном плане хотел бы отметить достижения российского правительства и министра Лаврова за ту роль, которую Россия сейчас играет в решении сирийской проблемы, и эта роль способствует тому, чтобы были открыты, так сказать, новые направления в диалоге между различными сторонами, потому что мы знаем, что невозможное военное решение сирийской проблемы, потому что любое решение должно быть решено в рамках переговоров между самими сирийцами, а мы в рамках международного сообщества должны создавать условия для того, чтобы такой диалог между различными сторонами в Сирии могли как-то договариваться между собой, и чтобы различные силы в Сирии могли вести переговоры с правительством, чтобы преодолеть кризис, который сейчас возник в этой стране, и этот кризис, который сейчас привел к тому, что очень большие последствия в таком гуманитарном плане вызвал. Также я должен сказать, что я обсудил с господином Лавровым те переговоры, которые ведутся по ядерному вопросу в Иране, о роли России, которая выполняет вот в этих переговорах вокруг ядерной проблемы. Мы очень довольны тем, что был достигнут большой прогресс в этих переговорах. Что же касается региональных разных проблем, включения Латинскую Америку, но не только, а также Азия, Африка, естественно, Европа. Мы довольны тем вкладом, который Россия вносит в развитие международных отношений. И мы рады тому, что Россия способствует, собственно, диалогу между Палестиной и Израилем. Мы также обсудили следующие шаги, которые мы будем давать не только в рамках двусторонних отношений, а также и в различных международных форумах, например, как БРИКС, так и группа двадцати. И Бразилия ожидает, что члены этой группы прибудут к нам в Бразилии. Я имею в виду группу БРИКС. И я здесь хочу поблагодарить министра Лаврова не только за отличную организацию встречи группы двадцати в Санкт-Петербурге, но и за прием, который мне был оказан сейчас здесь. Я очень благодарен господину Лаврову и всему российскому правительству за этот факт. Большое спасибо. Добрый день. Сегодня оба министра говорили о том, что Бразилия будет председателем в 2014 году в БРИКС. В этой связи у меня два вопроса к обоим министрам. Первый вопрос господину Фигея Реду. Могли бы Вы назвать приоритеты бразильского председательства в БРИКС? И вопрос к Сергею Викторовичу. Какие инициативы БРИКС можно было бы продвигать на международной арене, в частности в рамках групп большой двадцатки, и принимая во внимание, что Россия будет в следующем году председательствовать в большой восьмерке? Спасибо. Как я уже говорил, для Бразилии будет большая честь принять у себя в первой половине будущего года встречу на высшем уровне в рамках БРИКС. И, несомненно, мы должны иметь в виду, что Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка, ну это по алфавиту, если БРИКС получается, то это все страны, которые играют очень особую роль в международной жизни во всем мире, так с точки зрения экономики, так и с точки зрения политической. И встречи в верхах, встречи БРИКС в верхах, это служит для того, чтобы мы могли согласовывать наши позиции в начале, прежде всего, в экономике, но также все больше и больше мы согласовываем наши позиции в политике. И мы думаем, что тема, которую Бразилия предложит для этой конференции БРИКС в 2014 году, это инклюзивное развитие, причем такого рода, чтобы это обеспечило устойчивое развитие для всех стран, которые составляют эту группу БРИКС, чтобы эти страны постоянно заботились о своем развитии, которое бы охватывало все слои населения, чтобы это развитие было гармоничным, включало все социальные слои, чтобы экономический рост обозначал включение также и социальных аспектов сюда. А что касается устойчивости развития, то мы также здесь имеем в виду защиту окружающей среды, потому что без этого не может быть устойчивого развития, как мы уже об этом в Рио-де-Жанейро обсуждали в прошлом году, потому что развитие и рост, экономический рост, они всегда должны рассматриваться в трех аспектах. Это развитие экономики, это социальные аспекты и защита окружающей среды. И таким образом мы хотели бы обеспечить работу БРИКС именно в этих направлениях. Также интересными темами могут быть, несомненно, такие, как создание банка развития в рамках БРИКС. И в этой связи, я думаю, будет важно также создать такой резервный фонд в рамках этого банка. Вот, я думаю, вот эти темы будут, а также будут, конечно, возникать и новые темы в процессе подготовки этой встречи. Но, во всяком случае, эти формы мы хотели бы, чтобы там были обсуждены. Я добавлю несколько слов, потому что многое уже мой коллега сказал. Как было сейчас отмечено темой предстоящего Бразилии саммита, наши коллеги избрали инклюзивное развитие и устойчивый рост. Это полностью перекликается с той повесткой дня, которую Россия предложила и которая была одобрена в рамках нашего председательства в группе 20, где главные усилия и в итоге документы, которые были поддержаны лидерами, были направлены на поиск новых источников инвестиций в реальный сектор экономики, новых источников инновационного роста и новых источников создания рабочих мест. То есть тесное переплетение задач развития с решением социальных проблем. Кроме того, в рамках БРИКС устойчиво сохраняется приоритет задачи проведения реформы международной валютно-финансовой системы, включая завершение первого этапа этой реформы, который был согласован еще в 2010 году, но до конца не доведен. И эта позиция в пользу выполнения договоренностей по реформе международной валютно-финансовой системы является принципиальной для стран БРИКС в рамках участия всех нас в работе группы 20, где в этих усилиях вместе с нами нам помогают и другие страны, которые в БРИКС не входят. Наши единомышленники упомянули и Мексику, Аргентину, Индонезию. И это очень важная тема для 20-ки, которая создана была для того, чтобы решать те проблемы, те кризисные явления преодолевать, которые накопились в международной валютно-финансовой системе, нуждающиеся в реформах. Кроме того, в БРИКС, помимо торгово-экономических вопросов, помимо вопросов, касающихся функционирования мировой экономики, формируется и политическая повестка дня, и дискуссии лидеров по международным проблемам отражаются в принимаемых документах. Последние саммиты БРИКС фиксировали нашу общую позицию по целому ряду острых ситуаций, которые являются приоритетом мировой политики. Это и Сирия, и Иран, ближневосточные урегулирования. И эти же вопросы рассматриваются в группе восьми. Конечно, есть нюансы в том, как излагаются позиции в документах БРИКС и в документах Восьмерки, но вполне можно констатировать совпадение основного вектора этих подходов. Во всех случаях приоритет отдается дипломатическим усилиям, и отмечается необходимость мирного урегулирования соответствующих конфликтов и кризисов. Другое дело, что не всегда эти позиции потом на практике подтверждаются, но поле для того, чтобы взаимодействовать, оно существует. Ну и отмечу, что в рамках Организации Объединенных Наций страны БРИКС продвигают общие позиции по многим вопросам. Сегодня мы уже отмечали важность продвижения резолюции, которая призвала бы все государства принять на себя обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Россия и Бразилия такие обязательства уже приняли на себя, вместе с Индонезией и рядом других стран. Думаю, что если БРИКС присоединится к этой инициативе, то тоже будет отвечать тем принципам, которые это объединение исповедует. И, разумеется, тема международной информационной безопасности, которая сейчас весьма и весьма актуальна, также вполне подходит для того, чтобы БРИКС вместе с другими странами играл активную роль в ее продвижении с целью разработки универсально применимых норм поведения в киберпространстве. Голос России, пожалуйста. Вопрос к господину Федгерейду. Скажите, пожалуйста, во время Ваших переговоров или во время визита затрагивался ли вопрос о дальнейшей судьбе барабельянки Анны Масиель, которая вместе с другими членами организации «Гримпис» была задержана в арктической зоне России? Спасибо. У меня была возможность поговорить с господином Лавровым, что это было как раз таким счастливым совпадением, что я, когда сюда приехал, я узнал о решении российского суда, который позволил вот этой бразильянке Анна Павла Масиел, чтобы она могла присутствовать на судебных процессах, уже будучи отпущенной под залог. Она была очень рада этому. Я тоже был доволен, что ситуация таким образом разрешилась, чтобы она могла отвечать перед российским правосудием, уже будучи на свободе. И мне как раз в этом плане очень я был рад, что когда я приехал, ей вот выпала такая участь оказаться в свободе. Продолжение следует, пожалуйста, последний вопрос. Здравствуйте. Вопрос министру Бразилии. Вот президент Бразилии Дильма Русеф на Генассамблее, он жестко осудил шпионаж штатов, еще призвала ООН взять на себя ведущую роль в борьбе с электронным шпионажем. Обсудили ли вы эту проблему с министром России и какие шаги еще будет в будущем воспринимать Бразилия, чтобы решить эту проблему? Спасибо. Да, конечно, еще при открытии настоящей текущей Ассамблеи в ООН президент Дильма Русеф выступила с речью, в которой она как раз разоблачала, в которых она как-то отреагировала на серию разоблачений, которые появились в прессе, о том, как была нарушена тайна переписки, разговоров между различными лицами, включая аж и главу государства, президента республики, также министр правительства Бразилии, а также те контакты, которые поддерживают бразильские предприятия, тоже оказались целью шпионажа. Наш президент заявил, что такие нарушения частной жизни являются недопустимыми между дружественными странами. И президент Русеф заявил, что правительство будет принимать различные меры, которые бы гарантировали небезопасность наших коммуникаций, как внутри страны, так и имея в виду наши международные контакты, и о том, что она собирается вынести этот вопрос на различные международные форумы, включая, конечно, и ООН, ООН, где она и выступила вместе с Германией с проектом резолюции для Третьей комиссии Ассамблеи ООН, именно той комиссии, которая занимается защитой прав человека, в данном случае вопрос о защите частной жизни. Она выступала против нарушения данного принципа неприкосновенности частной жизни. И надеемся, что Третья комиссия Ассамблеи ООН в ближайшее время займется этим вопросом. И я здесь благодарен господину Лаврову за поддержку, которую Россия оказала в данной инициативе со стороны Бразилии. Мы уверены в том, что данная тема получит и дальше развитие, потому что в интересах буквально всех обеспечить защиту базовых прав человека, в частности на частную жизнь, потому что это является частью фундаментальных прав человека, таких, как свобода слова, самовыражения, а также именно право на частную жизнь. Кроме того, Бразилия в апреле 2014 года соберет в Сан-Пауло конференцию такую многосекторную, многосекторную, с участием различных представителей нашего общества и разных структур государства, всех, кто занят так или иначе работой в интернете, чтобы можно было обеспечить как раз безопасность, информационную безопасность. И вот все эти представители нашего общества и различных правительственных структур будут обдумать способы, как обеспечить безопасность, информационную безопасность. Тем более, что существует различные организации, структуру, которые занимаются именно обеспечением безопасности в интернете. И мы хотели бы, чтобы вот эта конференция, которая соберется в Сан-Пауло, мы приглашаем туда этих участников конференции, чтобы все вот эти различные организации, структуры, так или иначе связанные с безопасностью интернета, чтобы они вместе с представителями правительства, с академическими кругами и так далее, чтобы создать новую архитектуру управления интернетом и через интернет. Мы сейчас изучаем другие меры, которые будут приняты в ближайшее время в различных международных и международных форумах. и сейчас мы проводим консультации с нашими друзьями, включая и с российским правительством. Большое спасибо. Я добавлю, задолго до известных событий нынешнего года, которые так взбудоражили мировую общественность, Россия вместе с другими государствами продвигала необходимость разработать тему международной информационной безопасности, продвигала тему в рамках Всемирного Союза Электросвязи о том, как управляется интернет. Поначалу было сильное сопротивление этим процессам, этим инициативам, говорили, что ничего делать не надо, вот те правила, которые существуют в мире, они просто будут автоматически переноситься и на киберпространство, но число стран, которые с этим не соглашались и которые видели все больше и больше проблем, проистекающих из-за того, что нет универсально принятых принципов работы в интернете, число стран увеличивалось, поэтому и специальные конференции Всемирного Союза Электросвязи и Генеральная Ассамблея ООН приняли целую серию решений за последние годы, которые направлены все-таки на то, чтобы процесс согласования соответствующих универсальных правил начать. И важным этапом этой работы в том, что касается ООН, стало завершение доклада, подготовленного, созданной по нашей инициативе группой экспертов, доклада об анализе проблем, существующих в сфере международной информационной безопасности, о тех рисках, о тех угрозах, которые в этой сфере возникают. Доклад принят консенсусом. В подготовке этого доклада в этой группе были представлены все основные регионы, все ключевые страны. И на этой сессии Генеральной Ассамблеи мы выдвинули новую резолюцию, которая предлагает учредить еще одну группу экспертов и поручить ей уже на основе аналитического доклада, представленного на рассмотрение членов ООН, проработать нормы поведения в киберпространстве, которые были бы приемлемы для всех. И, безусловно, те проблемы, которые возникли в этом году, о которых говорил только что мой коллега, должны рассматриваться и в этом контексте тоже. Помимо той специальной инициативы, которую Бразилия и Германия выдвинули в третьем комитете, мы будем активно участвовать в ее продвижении, поскольку и в рамках правозащитных органов ООН, и в рамках других организаций, таких как Совет Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, Россия давно уже продвигает тезис о необходимости принять обязательства не вмешиваться в частную жизнь граждан. Так что есть уже заделы серьезные и необходимо договариваться об универсальных правилах поведения. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо.